Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Сегодня 15 ноября, в 9.30 мы начинаем наш утренний брифинг. Сегодня, как обычно, начнем с того, что разберем те события, которые происходили вчера по основным валютным парам. И, конечно же, составим планы на сегодняшний торговый день. Обсудим те новостные события, которые нас ожидают, а также разберем технические уровни поддержки и сопротивления. И, конечно же, дадим определенные торговые советы, на что стоит обратить внимание сегодня. Все это мы обсудим в ближайшие 15 минут. Надо отметить, что общая конъюнктура рынка сейчас такова, что происходит вновь укрепление доллара. Американская валюта, несмотря на все политические воздействия, продолжила свой рост после президентских выборов. Конечно, эта тема уже очень часто обсуждалась в последнее время. И не хотелось бы сегодня подробно на ней останавливаться. Но так или иначе, все последние события, которые происходят на финансовых рынках, как это ни странно, связаны именно с политикой, а не даже с экономикой, как это обычно происходит. То есть мы сейчас наблюдаем в большей степени не за решениями центральных банков, и даже не обращаем пристального внимания на какие-то комментарии, скажем, представителей финансовых регуляторов того или иного ведомства из страны, а следим за политическими решениями, которые будут приниматься в самое ближайшее время. И, конечно, те движения по основным валютным парам, которые происходят в последние дни, вызваны ничем иным, как продолжением. Продолжением той тенденции, которая наметилась еще до президентских выборов. Несмотря на то, что победила не Хиллари Клинтон, об этом уже все знают, и для некоторых, нужно сказать, это не было сенсацией, потому что все-таки соотношение голосов было примерно одинаковым на протяжении последних недель перед выборами. И все ожидали, что после победы Трампа будет ослабление доллара, так как непонятен будет дальнейший курс со стороны ФРС в США. Однако здесь нужно сделать такое допущение и ремарку, что быстро никакие изменения не происходят, будь то политика, либо экономика и финансовые рынки. Поэтому здесь, конечно же, мы наблюдаем после такого эмоционального подъема, взрыва, который наблюдался именно в день публикации итогов выборов, мы наблюдаем продолжение той тенденции, которая наблюдалась и до самих выборов. То есть укрепление доллара США по отношению ко всем основным конкурентам, в том числе евро, фунтам и, конечно же, это касается и японской иены также. Помимо всего прочего, хотелось бы отметить, что довольно сильные движения происходят и на фондовых рынках. Если мы говорим об индексе S&P 500, например, который мы также сегодня вкратце обсудим, то хотелось бы отметить, что тенденции, которые наблюдались до выборов, продолжаются и по S&P 500. Возвращаясь к основным валютным парам, говоря о евро-долларе, мы отмечаем, что пара наконец-то не просто покинула боковую консолидацию, но и закрепилась ниже важного значения, если мы говорим о точном уровне, это уровень 1,0940-1,0950. В этом диапазоне довольно долго торговалась пара евро-доллар, если мы посмотрим на дневной график цены. И нужно сказать, что после первого пробоя, когда пара, казалось бы, вернулась обратно в восходящий, точнее вернулась в эту боковую консолидацию, и можно было ожидать продолжения роста, все-таки произошло закрепление ниже этой важной отметки, и у нас есть все шансы на то, что к концу года мы можем увидеть минимум еще 2015 года, минимум, который был сфиксирован в ноябре 2015 года, это отметка 1,0560. То есть если мы уже смело можем говорить о том, что пробой уровня состоялся на дневном графике, и по размеру свечей, которые, опять же, формируются, видно, что есть повышенный объем со стороны продавцов, вот это как раз-таки дает нам основания полагать и рассчитывать на продолжение этого нисходящего тренда. Поэтому, опять же, может быть, пока не стоит торопиться с объемом, с набором большой позиции, потому что вполне вероятен откат. Очень важное, кстати, замечание. Мы уже на протяжении шести дней подряд наблюдаем снижение по паре евро-доллар. То есть нет ни одной зеленой свечи даже на дневном графике, что говорит, конечно, о серьезнейшем давлении на покупателей, потому что, опять же, вот настолько продолжительного снижения не было довольно давно. Опять же, если мы учитываем еще и размер свечей, которые при этом наблюдаем. Что касается фунта доллара, валютной пары, то здесь нужно отметить один очень важный момент – формирование восходящего канала на дневном графике. Опять же, если мы посмотрим с вами дневной график, то после того, как валютная пара нашла свою точку опоры на отметке 1.21 примерно, это состоялось, и этот уровень выступил мощной поддержкой для валютной пары. И вот как раз-таки восходящий канал формировался именно от этого уровня. Тем не менее, вполне вероятно, по, опять же, свечному анализу и по тем тенденциям, которые мы наблюдали в последние дни, вполне вероятно то, что состоится в ближайшие дни пробой этого восходящего канала. И, вероятнее всего, даже сегодня это произойдет, учитывая, что будут очень интересные новостные события. Если говорить о том, что нас ожидает сегодня, то прежде всего хотелось бы отметить, что нынешний день крайне насыщен будет новостями, различными фундаментальными публикациями. Уже были опубликованы протоколы заседания по денежно-кредитной политике в Австралии. Это то, что, в принципе, ожидалось инвесторами. Однако, чего-то кардинально нового там мы не увидели, и движения, в принципе, по австралийской валюте порадовать нас пока не могут. Куда больше внимания хотелось бы уделить сегодня ВВП Германии. Это та цифра, которая публикуется не так часто. Нужно отметить, что прогнозы по ВВП Германии несколько ниже, нежели мы наблюдали в момент прошлой публикации. Но, опять же, если мы посмотрим на историческую динамику публикации ВВП Германии, то увидим, что независимо от того, какие прогнозные значения публиковались экспертами, данная цифра всегда оставалась стабильной и не была меньше, чем 0,3% пункта. Я говорю именно о приросте от квартала к кварталу. То есть немецкая экономика растет как минимум на 0,3% пункта каждый квартал, что, конечно же, очень интересно и, может быть, даже необычно. Мы привыкли, конечно, к тому, что Германия выступает локомотивом всей экономики еврозоны, но, тем не менее, вот та стабильность, которая показывалась на протяжении последних кварталов, она, конечно же, даже отчасти удивляет и позволяет сделать вывод о том, что и сегодня мы вполне вероятно увидим положительные цифры, что может обеспечить хоть какой-то позитив в отношении евро и мы можем увидеть некую коррекцию по той же паре евродоллар, о чем мы говорили чуть ранее. То, что позиции на продажу по основным валютным парам, в первую очередь по евродоллару, стоит занимать только дождавшись определенной коррекции по этому инструменту, потому что движение было вниз уже довольно продолжительным и соотношение риск-прибыль будет не самым лучшим, если мы будем открывать позицию в настоящий момент. Также хотелось бы отметить, что в 12.30 сегодня обязательно рекомендуем находиться у терминала торгового и в плизи графиков, потому что будет публикация из Великобритании очень важной цифры, а именно индекса потребительских цен. Мы привыкли, что этот показатель напрямую влияет на инфляцию в стране, а инфляция следует логической цепочке. Это то, на что в первую очередь обращает внимание Центральный банк, как основной регулятор страны, поэтому опять же все решения ЦБ, все решения ближайшего времени будут связаны именно с в том числе и публикацией сегодняшней цифры по индексу потребительских цен. Поэтому отмечаем еще раз крайнюю важность этого события и в 12.30 вполне вероятно будут сильные движения и повышенная волатильность, как минимум по паре фунт-доллар. И опять же то, о чем мы говорили, вполне вероятно, что если цифра разочарует инвесторов и группных участников рынка и окажется хуже прогнозных значений аналитиков, то мы вполне можем увидеть пробой уровня восходящего канала до уровня поддержки и вполне можем наблюдать тогда уже, можно будет говорить даже о краткосрочном развороте по паре фунт-доллар, потому что формирующийся восходящий канал опять же окажется пробит. И у нас не будет важных отметок буквально до уровня 1.23.30. Вот тоже запомните эту цифру 1.23.30. Можете посмотреть на дневном графике пары фунт-доллар и понять, что это ближайшая цель для продавцов в случае, опять же, если уровень поддержки, который мы обозначили, не устоит и окажется пробит. Ближе к вечеру уже, ну как это обычно и бывает в случае Соединенных Штатов Америки, будут данные из США, да, после открытия американской сессии мы сможем увидеть цифры по базовому индексу розничных продаж. Ну, не хотелось бы особо на этом останавливаться, потому что розничные продажи хоть и крайне важный показатель, да, для нас, но все-таки обычно мы не наблюдаем какой-то повышенной волатильности после публикации этих цифр и не стоит, пожалуй, ждать и сегодня изменения данной ситуации. Нужно, конечно, внимательно наблюдать, да, и учитывать определенные риски в этот момент. Это отметка 17.30 по московскому времени, но все-таки мы не ожидаем, что будет повышенная волатильность в этот момент, даже несмотря на то, что объем продаж вполне может порадовать инвесторов в этот раз, потому что последние цифры по данному показателю и по сопутствующим факторам говорят в пользу того, что все-таки в американской экономике все сейчас не так плохо, как это привыкли рисовать пессимисты в последнее время и подтверждением этому является как раз таки поведение индекса S&P 500. Мы в начале брифинга сегодняшнего говорили, что обязательно обсудим динамику данного инструмента, потому что уж крайне интересным он выглядит и будет наиболее перспективным с позиции повышенной волатильности опять же в ближайшее время. С чем это связано? Связано в первую очередь с тем, что совсем близко заседание ФРС и как уже было в том, что многие американские, в том числе аналитики крупных инвестбанков подтверждают этот тезис, то что какие-то изменения не происходят быстро. Поэтому нужно все-таки вот после того, как мы наблюдали вышеуказанные политические события, нужно несколько остудить пыл, не обращать внимания на эмоции и просто подумать о том, что та позиция ФРС, которую мы наблюдали в последнее время, она с большой долей вероятности сохранится и мы вполне можем увидеть повышение ставки уже в декабре, потому что еще в начале года было заявлено, что повышений планируется минимум два в текущем году. Тем не менее мы выделили лишь одно и, конечно же, это оказывало определенное давление на индекс S&P 500. Как обычно, перед важным событием, которым, безусловно, выступали президентские выборы, мы наблюдали некое снижение индекса S&P 500, некая коррекция. Это связано попросту с тем, что никто не будет из крупных участников рынка держать, опять же, большую позицию в рискованных инструментах, которыми, конечно же, выступают акции и индексы. Поэтому, безусловно, позиции корректировались и мы наблюдали некие распродажи по американскому рынку. Однако после того, как уже стали известны итоги выборов и стало понятно, что в том числе позиция ФРС пока меняться не будет, мы наблюдаем то, что те акции, те бумаги, которые были распроданы перед выборами, они вновь отрастают и демонстрируют хорошие показатели по приросту. Пусть сейчас мы и наблюдаем на протяжении последних дней, то есть с начала этой недели, некую остановку на отметке 217, если мы говорим об ETF SPY, и если мы говорим об индексе S&P 500 полноценного, то это отметка 2667. Пусть наблюдаем некую консолидацию вблизи этих уровней, тем не менее, вполне можно ожидать в самое ближайшее время пробоя и закрепления выше этих отметок. Поэтому, опять же, нужно быть готовым, да, и по возможности, скажем, расставив отложенные ордера, можно вполне рассчитывать на даже обновление исторических максимумов, которые мы уже наблюдали в этом году, и отнюдь не исключено, что до конца года. Опять же, не стоит забывать, что к концу года мы всегда наблюдаем так называемое предновогоднее ралли по американскому рынку. Если вы посмотрите динамику за прошлые годы, то всегда в период ноябрь-декабрь наблюдается рост по S&P 500. Это очень важный такой аспект, да, на котором практически всегда, каждый год можно было неплохо заработать, инвестируя в наиболее сильные бумаги и рассчитывая на то, что к концу года, опять же, будет продолжение роста. Причина, если кратко, да, ее здесь упоминать, довольно проста. Чаще всего, когда принимается определенный бюджет на год, да, той или иной компании, он планируется таким образом, чтобы оставались некие резервы, да, и вот эти вот запасы чаще всего оказываются выше даже, чем предполагалось на конец года, и компании пользуются этим для выкупа своих же акций у инвесторов, что, конечно, провоцирует рост котировок ближе к концу года. Вот это если вам интересно о причинах, да, подобных движений. Поэтому, опять же, учитывая динамику за прошлые годы, мы можем вполне рассчитывать на обновление исторических максимумов в течение ближайших недель, но если состоится еще и закрепление выше этих уровней, напомню, сейчас максимальная отметка по индексу S&P 500 находится на уровне 2190 пунктов, поэтому будет, опять же, крайне интересно понаблюдать за тем, как будут вести себя крупные участники рынка, да, на соотношении объемов вблизи этой ценовой отметки. Это, пожалуй, все то, о чем хотелось бы поговорить сегодня. Пристально наблюдаем за ВВП Германии, да, еще раз подводя итог, и за данными из Великобритании, и, конечно же, в американскую сессию будем более активно наблюдать за американским индексом и за американским рынком в целом. Напомню, что в платформе X-Station, да, торгуются более полутора тысяч акций, преимущественно американских компаний, поэтому мы также советуем вам не забывать о тех торговых возможностях, которые могут вас ожидать на американском рынке. Успехов в торговле, увидимся и всего доброго, до свидания.